Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели. Пятница – это значит время подвести итоги недели. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Чем запомнились минувшие 7 дней в кратком обзоре новостей. Тема самостроев, оккупировавших курорты Черноморского побережья, в последнее время звучит все громче. Зачастую такое строительство приводит к серьезным авариям на линиях электро- и водоснабжения. Застройщики это понимают, но жажда выгоды стоит превыше комфортной жизни анапчан. Поэтому на Совете безопасности мэр Сергей Сергеев дал поручение чиновникам требовать от застройщиков соблюдения законодательства, иметь все документы, разрешающие строительство, размещать паспорт объекта, козырьки безопасности и следить за чистотой прилегающей территории. В Геленджике подвели итоги работы ТОСов всего края. На Кубани работают почти 6 тысяч организаций. Их представители участвуют в общественной и социальной жизни городов и районов, помогают наладить диалог между властью и населением, следя за чистотой и благоустройством. Наш муниципалитет представляли 20 самых активных общественников. Среди них три победителя на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Каждый получит за свою работу индивидуальную премию. А все вместе ТОСы победители заработали для муниципалитета 1 миллион рублей. В среду ученик пятой школы сорвал уроки, сообщив о заминировании здания. Экстренно все были эвакуированы. Школу обследовали взрывотехники и кинологи, но взрывчатого вещества не обнаружили. Сотрудникам отдела МВД по городу Анапу удалось установить личность злоумышленника. Им оказался несовершеннолетний ученик пятой школы. В связи с этим его имя не разглашается. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства данного дела. Проект «Южный поток» на время разделил землю с экспедиции археологов из Ростова-на-Дону. Специалистам предоставили возможность извлечь найденные в этом месте старинные монеты и части домашней утвари. Однако провести доскональное исследование почвы археологам вряд ли удастся. В «Газпроме» строительство участка международного проекта станции откладывать не планируют. В дальнейшем археологические находки передадут в музей Горгипия. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Предприниматели торговых точек возьмутся за благоустройство. Межведомственная комиссия по торговле провела обучающий рейд. Ветеран замерзает. Купленная им квартира по президентской программе в поселке Суко оказалась слишком холодной. Пальмы в городе. Традиционное зеленение улиц города и приятные для отдыха новшества. Сегодня мэр Анапы Сергей Сергеев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Для жителей все еще остаются актуальными вопросы, которые касаются получения разрешений на водстроение в эксплуатацию, улучшения жилищных условий и земельных отношений. Вадим Родин продолжит тему. Ветеран Иван Донецков жалуется на то, что купленная им квартира по президентской программе в поселке Суко оказалась слишком холодной. И он ею сейчас не пользуется. Месяц я там прожил. В январе, феврале. И как раз морозы были. И в это время отключили свет. Так я плиткой там обогревался. Я сильно простыл. После этого два месяца я в Краснодаре в госпитале еле или нет. Мне не одержит. Я сейчас живу у сына в саманном доме. Ну хорошо, я подумаю, что можно сделать. Хорошо. Вы ждите ответ. Мы вам дадим письменный ответ. Специалисты мои. Хорошо? Ну я думаю положительно будет. Я не знаю, не готов сказать. Не придется мне обращаться туда. Может и придется. Или Ткачеву. Может быть и придется. Но лучше, чтобы вы своей властью, Сергей Павлович. Ну у меня власть тоже имеет границы. Ну это да. Я за них выходить не буду. Владимир Миронов, президент Федерации зимнего плавания Кубани, предложил совместно поработать над развитием этого довольно экстремального вида спорта в Анапе. Мэр курорта считает необходимым перед созданием базы для зимнего плавания внимательно оценить все риски для детей и родителей. При температуре воды 8 градусов я должен быть уверен, что это не вредит его здоровью. Мы бы хотели. Поэтому я запрещал проведение одних единственных соревнований в должности работы главы. Это конкурс с естественными препятствиями детских, всероссийских соревнований у себя на базе конно-спортивного комплекса. Я не дал провести эти соревнования. Это что? Это метрового диаметра бревна, через которые не препятствия, которые рушатся, когда лошадь их трогает на ноги, а метрового диаметра бревна, естественные кустарники и дети до 15 лет. Ну, я примерно представляю последствия, если лошадь не перепрыгнет, не дай бог, это бревно. Поэтому я запрещал. И вот я примерно сейчас сижу и думаю, аналогию провожу. 8 градусов воды прыгать ребенку неподготовленному. То есть мы должны начать с ноля. Давайте так, Владимир Федорович, вы мне письменно напишите, что я должен сделать. Хорошо? Вопросов нет. Прием главы сегодня продолжался 3 часа. За это время были подняты вопросы улучшения жилищных условий ветеранов, многодетных семей, сирот, темы капитального ремонта многоквартирных домов, борьбы с самовольным строительством, судебных споров с работодателями. По каждому из 24 обращений будет дан ответ. Вадим Родин, Анапа. Регион. В администрацию города-курорта поступает много обращений от жителей улицы Горького в районе Центрального рынка с просьбами прочистить в этом районе канализацию. Запах и даже выход нечистот из канализационных люков в этом районе происходит часто, в основном в разгар сезона. И жители при подготовке к лету уже волнуются, что же будет в этом году. Первый заместитель главы города Светлана Яровая собрала специальное совещание со службами, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Подробности у нашего корреспондента. Были приглашены представители общественности, дирекции Центрального рынка, ответственные лица муниципального предприятия «Водоканал». Канализационная сеть в этом районе не ремонтировалась капитально порядка 15 лет. Нагрузка за нее за эти годы выросла в десятки раз. Первый заместитель главы города Светлана Яровая заверила представителей ТОСов. Эту задачу мы решили, так или иначе. Поэтому я надеюсь на взаимопонимание, и всех к этому призываю. Я докладываю, безусловно, главе города о принятом решении каждой из сторон и сроках. Это выезжала рабочая комиссия с участием администрации, ТОСа, «Водоканала» Центрального рынка, самих предпринимателей. И, как мне доложено, есть такой проект решения. А проект решения следующий – передать этот канализационный коллектор протяженностью 175 метров вдоль улицы Горького на баланс «Водоканала». У «Водоканала» главные условия – обеспечить свободный доступ к коллектору, так как из шести колодцев несколько находятся под торговыми объектами Центрального рынка. И второе условие – привести в порядок и прочистить сеть. На все эти условия тут же согласилась дирекция рынка, которая за пять последних лет потратила на прочистку канализации в этом районе 676 тысяч рублей. Буквально на следующий день рейдовая группа в составе сотрудников «Водоканала», дирекции рынка, представителей от предпринимателей рынка, жителей и ТОСов начала работу на улице Горького, чтобы определить состояние сети и объем предстоящих работ с места события нашей корреспонденты. Сотрудники лаборатории «Водоканала» берут пробы из канализационных люков. Их задача – выяснить, как работают жироуловители, так как сеть забивается не от количества сточных вод, а засоряясь жиром, идущим с объектов, расположенных в районе рынка. Не то, что запах заливает дворы, у меня вообще рекой течет. У меня же самый центральный люк, весь удар на меня. Пробы брали на жиры, в 200 раз повышает уровень. Главное – определить, почему с очисткой не справляются жироуловители и сеть забивается. Будет сделана экспертиза с целью выяснить, нужны ли новые жироуловители и какого объема. Через протоки коллектора проходят сливы от 25 объектов, в том числе 5 гостиниц, 7 частных домов и многоэтажек. Целая сеть кафе. Доступ к люкам и трассе без промедления освобождали предприниматели и все заинтересованные в решении этого вопроса. Передается на баланс «Водоканалу» и соответственно уже будет график очистки и я думаю, что люди уже не будут так страдать. Межведомственная комиссия по торговле проводит очередные рейды. Проверяются магазины и киоски не только на предмет соблюдения правил торговли, но и на благоустройство. Оценивается внешний вид объектов, как содержатся фасады и прилегающая территория. За ходом события проследила наша съемочная группа. Территория у магазинов, то есть тротуар, должна быть вымощена плиткой. А если плитка повреждена, то владельцам прилегающей торговой точки предстоит сделать ремонт. И, конечно же, позаботиться об озеленении. Везенапа – город цветов. Первый объект, на котором остановилась рейдовая группа – торговый центр «Олимп». Сюда мы пришли потому, что это один из первых торговых центров, который здесь открылся. И проблема возникла по благоустройству здесь, потому что в этом торговом центре на сегодняшний день каждый является собственником. Собственником помещения, собственником определенного магазина. И получается, при разговоре с каждым собственником все соглашаются о том, что город должен выглядеть замечательно, красиво. Но на деле у нас оказалось торговый центр «Олимп», который находится в самом сердце Анапы, можно так сказать, у нас на сегодняшний день в неприглядном виде. Межведомственная комиссия собрала всех собственников магазинов торгового центра «Олимп» и была назначена окончательная дата ремонта фасады и приведения в порядок территории 25 апреля. По улице Горького от Гребенской до Красноармейской были проверены все ролеты и магазины. Всем, кто портит облик улицы, вывешенным за пределы магазина товаром, сделано замечание – разместить товар внутри торговой точки. Межведомственные комиссии будут выезжать, и точно так мониторинг специалисты управления торговли будут проводить по всему городу. И не только, я думаю, по городу, но и в сельской местности. У нас Анапа, Витязево, Благовещенское, Суко – они также должны быть очень привлекательными для туристов. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. В сюжете о соблюдении застройщиками правил строительства, вышедшем вчера в программе «Новости», была озвучена информация о том, что хозяин многоэтажки снес самовольно располагающееся здание на улице Краснодарская, 13. Сегодня собственник многоэтажки, предоставив редакцию программы документы, пояснил, что не производил снос строения по адресу Краснодарская, 13. Тысячи красных шаров и 300 залпов салюта украсят Анапское небо в праздничный день Победы. Уже вовсю идет подготовительная работа к праздничному оформлению города, и до 30 апреля она завершится. Уже традиционным изменением в городе можно отнести высадку пальм, зеленение клумб, а к новшествам – новые скамейки. Проспект Революции преображается. Эта любимая многими анапчанами и гостями курорта пешеходная аллея теперь порадует местом отдыха деревянными скамейками. От бювета до сквера славы теперь можно пройтись с остановками. 12 лавочек и 12 новых урн устанавливает санаторий БФО. А кроме этого заменяется разбитая плитка на новую. Идет отсыпка черноземом газонов и выравнивание. На улице Пушкина от санатория Делуч до улицы Ленина идет санитарное спиливание сухих веток и представляющих опасность стволов деревьев. Работа кипит повсеместно. Закрепили шефов студентов Анапского сельскохозяйственного техникума. В начале весны они побелели деревья, а вот теперь с наступлением солнечных теплых дней красят урные лавочки. Мы вышли на субботник, так как мы хотим помочь городу от нашего техникума украсть его. Сезон скоро будет, приют отдыхающие. Хотим показать наш город с наиболее лучшей стороны, с красивой. Помогаем, трудимся. Единственное, что не нравится шефам этой улицы, а также жителям и гостям курорта, прогуливающимся по зеленой аллее Терской улицы, ведущей к автовокзалу, так это паркующиеся автомобили с нарушением правил, которые портят газоны и внешний вид улицы. А вот на улице Горького анапчан и гостей курорта обрадуют южные красавицы пальмы. Эти экзотические для анапы деревья перезимовали в теплицах зеленстроя и теперь снова до следующей зимы станут объектом фотосессий отдыхающих. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Алексей Мухуртов, Анапа-регион. После короткой рекламы прогноз погоды, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В субботу, 13 апреля, в Анапе будет солнечно и относительно тепло. Температура воздуха днем 10-12, ночью до плюс 8 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воды в Черном море 9 градусов со знаком «плюс». В воскресенье 14 апреля в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха в дневные часы 12-14, ночью около 9 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 9 градусов тепла. Такое нам запомнилась эта неделя. Далее блок полезной информации от партнера программы. Производственное предприятие «Меркурий-2». Этот и другие выпуски можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь до следующей пятницы. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова